Всем привет, уважаемые подписчики канала Форза! И сегодня у меня для вас будет такой списочек вещей, которым меня научил киберспорт. Это те вещи, которые раньше для меня не имели особого значения, но когда я стал киберспортсменом, когда я начал заниматься этим профессионально, я понял, что жизнь настоящего профессионала, точнее, профессионала в киберспорте, она не может быть без этих вещей. Первая и самая, на мой взгляд, важная вещь – это дисциплина. Многие скажут, что дисциплина в киберспорте – это вещь такая относительная, потому что у тебя постоянно меняется график, возможно, у тебя будут какие-то перелеты и так далее. Но тут речь не об этом. Тут речь идет о твоем внутреннем распорядке дня. Что именно я имею в виду под этими словами? Во-первых, ты всегда должен высыпаться. Если ты не высыпаешься по причинам, не связанным с графиком, например, или перелетом, джетлагом, неважно что, то ты плохой профессионал, ты не имеешь права так поступать. Ну, конечно, кроме форс-мажорных ситуаций, но мы говорим конкретно о том, что ты должен высыпаться. Второе. Обязательно у каждого профессионального киберспортсмена и спортсмена есть некая ритуализация. То есть многие из вас наверняка слышали о том, что там профессиональные какие-то игроки говорят, нельзя менять настройки. А кто-то их меняет каждые два дня. Тут нет правильного ответа на то, что как это с дисциплиной связано. Но у вас должен быть ритуал. Что я имею в виду под словом ритуал? Например, у вас сегодня тренировка в 2 часа дня. Вы обязательно должны проснуться заранее. Вы должны проснуться желательно за 3 часа, чтобы к моменту, когда вы уже сели играть, вы, а, могли говорить, говорить четкую информацию и не спать, и, б, вы были, как это у нас сейчас принято говорить, в комьюнити раздупленными. То есть вы уже полностью понимали, что происходит, вы уже позавтракали, у вас уже организм успел проснуться. Это очень важно. Помимо того, что мы встали в 3, ну, там, точнее, за 3 часа до, мы должны как-то себя еще взбодрить. Что это может быть? Вариант А. Это может быть зарядка. Это не значит, что вы должны выходить на улицу, бегать там 30 минут как профессиональный спортсмен и так далее. Нет. Достаточно просто, там, встать, размяться, сделать пару отжиманий, пару приседаний, и уже намного лучше будет. То есть если вы будете никакой физической нагрузки не прибегать, это будет ужасно сказываться на вашем самочувствии, и впоследствии ваше физическое самочувствие обязательно скажется на вашей статистике в игре и на вашем, там, понимании в некоторые моменты. Может быть, вы даже испугаетесь, потому что вы не занимаетесь спортом, и вы такой прям, ну, маленький. Ну, ладно, это шутка на самом деле. Вот. То есть у вас долгая продолжительная тренировка. Обязательно нужно пить воду. Если вы не будете пить воду, то вы, опять же, там, на дистанции, там, двух, дефис, четырех, шести часов, всех по-разному, вы будете уже уставать быстрее, вы будете менее сфокусированы, возможно, вам даже захочется спать. Поэтому, возвращаясь, да, к дисциплине, что нам важно? Сон. Обязательно уважение к своим тренировкам и просыпаться нужно заранее до них. Это три часа, ну, два край. То есть все по-разному просыпаются. Если вы делаете зарядку, вставайте за два. Третье – это физические упражнения минимальные. Каждый обязан их делать, потому что все-таки сидячий образ жизни, и это, ну, негативно влияет на вашу игру, и ваше здоровье. Это все с друг другом очень тесно связано. И обязательно пить воду, не пить сахар. И следующий аспект, который у меня научил киберспорт, это то, что любой киберспорт, ну, может быть, кроме Хардстоуна, ладно, это командная игра. Командная игра – это очень такие слова, за которые можно с разных сторон подойти, я вам скажу, но побеждает команда. Побеждаешь не ты один, не вдвоем вы с другом, если вы там в команде дворовой, неважно. Побеждают все. Кто-то будет на лоутабе. Всегда один человек, ну, не бывает 5 игроков плюс сыграл. Ну, бывает, если счет разрывный, но сама суть. Всегда в команде будет человек, который играет хуже. И так как он играет хуже, ему нужно вот помогать морально, вот что называется, да. То есть, если вы будете его гнобить, вы потом на его место возьмете другого игрока, и он точно так же будет отыгрывать эту роль хуже, или вы поссоритесь, или что-то еще. Поэтому Counter-Strike – это командная игра. И прежде всего, очень важно иметь командный дух. Вы должны быть вместе, вот я не скажу единым целым, потому что это тяжело, да, но хотя бы всегда поддерживать друг друга. Если будет кто-то крайний, кто-то будет козлом отпущения, вы никогда не добьетесь результата. Коммуникация – ключ к успеху. Так написано на загрузочном экране CSGO, там когда ты на карту заходишь, вот. И знаете, это не просто так там написано. Это действительно вещь, которая помогает вам побеждать игры, в которых вы, например, не должны были победить. То есть вы можете даже по какой-то гранате или по перезарядке, знаете, вот когда противник перезаряжается, там рожок видно, понять, куда он идет. То есть вся эта информация, понятно, что ее нужно уметь вычленять. То есть нельзя говорить все подряд, там писать эссе, сочинение. Это, ну, в начале, конечно, для тренировки можно так делать. Но коммуникация, коммуникация, еще раз коммуникация. Если вы игрок, который играет молча, вы никому не нужны, вы никогда никого не заинтересуете, если вы не дропаете каждую игру 40. Если вы играете каждую игру 40, вас научат потом коммуницировать. Дропайте дальше 40. Не имею претензий. Вот вы должны ставить правильные себе цели. То есть важно настраивать себя психологически. Какая у вас должна быть цель? Вот чему меня научил киберспорт, опять же. Первое. Вы не должны думать, что вы прыгнете выше головы. Вы должны просто показать то, что вы умеете. Это основная мысль, которая должна быть в вашей голове. И если вы будете думать, что я там прыгну выше головы и настреляю 40, вам только хуже будет от этого. Поверьте мне, по моему опыту, скорее всего, вы словите мандраж или загон, или что-то еще, и это хорошим не кончится. Если перед каждым из фейсетов вы там пили воду, чай и так далее, просто сделайте все то же самое, что делали перед фейсетом. Вы пейте воду, сделайте зарядку, проснитесь пораньше, не накручивайте себя. Подготовьтесь к игре. Вещей, которым меня научил киберспорт.